А ну стойтеньки, если на век сначала пойдешь в нашу цинку шмотая. Итак, королевская золотая диадема, королевский жилет из красного бархата, королевская шелковая рубашка с приштыми рукавами. Всем снова привет, рады видеть вас на моем канале Телька Плей, я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Мундаиле, игра похожая на Undertale. Мы с вами остановились в доме Руфуса на второй главе, и собственно вот, я забыла как тут ходим, а вот так. У него какой-то реквим играет страшный, вы стоите перед дверью, выйти на улицу, на улицу, конечно. На Ку, по-моему, надо купить ингредиенты для Легухи и принести их, чтобы она завершила приготовление чего-то там. Каких-то запрещенных веществ, наверное вот здесь в зелье есть надобье нам надо, ой, тут какая-то подозрительная сова, а я думала сова, добрый вечер, добро пожаловать в... О, ты вообще, что за диковинная штука, я обычный человек. Ладно, покупателей, я всех люблю и уважаю, что хотел? Мне нужны ингредиенты, ну давай, что тебе надо конкретно? Вот, вот список. Ага, скажи честно, ты от Легухи? Да. Тогда понятно, почему мне ничего не понятно, она то ли писать не умеет, то ли еще что. К счастью, наизусть помню ее заказ, там почти все нелегальное. Чего? Не бойся, для меня не имеет значения, что и для чего нужно, я просто это продаю. Вот, держи, из тебя 14 монет. А я взяла? Да, я уже ухожу. Так, ну я вроде бы забрала ингредиенты, да, для Легухи? Ну, получается, что да, значит, у меня были 14 монет. Или мне дали их в кредит? Ну, сейчас проверим. Женщина-птица, добрый вечер. Пацаны там не ушли? Не, еще сидят. Заходим в неблагополучный райончик. Водный район. Да. А как мы там к Легухе-то попадали? Я уже забыла. Через вот эту, по-моему, киску, да? Легуха! Я принес тебе твою запрещенку. Я все купил. Ой, какой же ты молодец. Я начну приготовление-то за мертвое некоторое время. Короче, как и везде, все все барыжат и все-все. Да что мне подмышка-то чешется? Может, у меня кто-то укусил подмышку? Чешу, чешу, подмышку. Как орангутант, блин. Легуха отошла к своему аппарату и начала создавать зелье. Майкл тем временем решил присесть, ожидал завершения процесса. Склянки гремели, пары шипели, а жидкости кипели. Выглядело все это завораживающе и очень умиротворяюще. Атмосфера этого места сильно клонила в сон, и наш герой постепенно заснул. И Легуха вырезала у меня почку. Эй, Майклик. Я тут закончила с приготовлением. Можешь нести нашей принцессе эту скляночку. Какую? На столе, только не разби случайно, а то придется по новой делать. А я этого не хочу. Как минимум, мне бесплатно. Давай, вперед, а то мы тут уже очень долго возились. Она, небось, заждалась или вовсе померла. Ладно. Зелье для Райля. Блин, ну это кринж. Вентиляция. Великая, а может и нет. Короче, Легуха хитрожопая. Пора достать Трайль и ее товар. Я бы не хотела идти через жилокорта, так что просто подожду здесь. Может, ты попросишь заведующего этим магазинчиком чем-то помочь? Вот этого магазинчика? Лягуху? Лягуха? Ля, танцует. Кстати, пирожок, спасибо, что сходил за ингредиентами. Не знаю, что бы я без тебя делала. Но без проблем. И когда увидишь принцессу, передай ей мои глубочайшие сожаления. Убью домашний арест. Ха-ха. Ладно, давай, дружок, до встречи. Лягуха, там снаружи обвалился мост. Мост обвалился. Но, походу, могут быть небольшие проблемы с клиентами. Но мне бы тоже было бы удобно там хоть какую-то доску поставить, чтобы не ходить через жилой квартал. Точно, доску. Мне на втором этаже можно найти подходящее. Давай выходи наружу и перехватишь ее. Блин, танцует такая, остается джига-дрыга. Да. А, это вот это? Лягуха скинула вам огромную доску. Из нее выйдет отличный мост. Э-э-э, ку. Взаимодействие. Положить доску. Я сделал проход. Спасибо, что восстановил проход. Мне очень не хотелось идти через тот квартал. Я скоро пойду обратно в объединенный район. И не думаю, что вернусь сюда. Ну и ладно. Ну и не возвращайся. Я пошел к принцессе. Принцесса! Я несу тебе запрещенку. Принцесса, походу, какая-то такая, знаете, принцесса. Не очень хорошая, скажем так. Употребляет запрещенные вещества. Я бы сходила бы до короля и пожаловалась. Где, подождите, нам не в лес. Нам не надо в лес. Нам надо в другое место. Нам нужно вниз. Ох, что-то принцесса. Вот. Кафе. Может, в кафе сходим? Ого. Это что? Это хвост у тебя? Ничего себе. Добро пожаловать в Поднебесе, дружище. Могу помочь. Хочу купить бутылку Алого Взрыва. А у тебя есть деньги? Нет? Ты случаем не сводна в район? Ладно, забудь. Слушай, дружок. Ладно. Короче, она не хочет мне давать деньги. У меня нет монеток. Ну, может быть, мне кто-нибудь заплатит? Может быть, я в замке найду? Короче, здесь можно купить. Будет потом этот. Что-то такое. Прилипла какая-то грязь. Уходи, грязь. Ладно, надеюсь, принцесса мне заплатит за мою работу. А то это беспердел-то какой. Я что, просто так, что ли, бегаю? Принцесса? Приветик, чудный парень. Какой-то район. Да, угадай, из объединенного, да? Я с поверси, так что вообще не отсюда. О, правда? Я на секунду серьез поверила. Вы, ребята, из объединенного района, не все такие шутенькие к слову. Можешь что сказать о моей музыке? Хорошая. О, спасибо, чувак. Я рассчитываю на такой ответ. Я еще играю в город, так что приходи там послушать. Сыграешь что-нибудь другое? Можно. Но она неплохо играет, реально. Такая ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, погнали. Привет, смурфик. А? А что это, ты закончил болтать с моей принцессочной, что ли? Конфетки. Добро пожаловать. А, подожди. Мне нужно немного денег. Тогда давай встретимся в зале или в моей комнате. У меня тут с собой нет. Хорошо. Давай встретимся в зале или в твоей комнате. Да еб ты. Так, где там ее высочество? Ее величество? Вот здесь, да, по-моему? Эй! Ты где? Вырезки из газет. Какой-то беленький цветочек. А где она? Принцесса! Пора достать Райли ее товар. Может, она в ванной? Ой. Ой! Райли, я принес твой заказ. Оставлю его на полке. Ты какого черта здесь делаешь? Я принес твой зелье. Господи, тебя так долго носило. Мне сейчас ты решил вернуться? Не брысь из моей ванны. Я скоро подойду. И отдам тебе твой чертов подарок. А зачем сейчас смотрю на эту занавеску? Надо ее отдернуть. Давай ее отдернем. Подожду ее здесь. Мне надеюсь, не займет. А ты уже здесь? Во-первых, ты больше никогда не входишь в мою ванну без разрешения. Во-вторых, вот, забираешь свой несчастный подарок. Это комплект королевской одежды. Все, выметайся из моей комнаты. Выметайся из моей комнаты. Подожди, а можно я переоденусь? О! О, Майкл! А Райли отдала тебе мой подарок? Одежду? Да! Отдала. Может, примеришь ее? Пойдем в твою комнату. Что-то, по-моему, он со мной заигрывает. А зачем ты подарил мне одежду? Просто захотелось. Она тебе может пригодиться здесь. Да и шкаф твой пустует в комнате. Вот, пополнение будет. Хи-хи. Да, я совсем не вношу в свой гардероб изменений. Кстати, я бы мог тебе еще и прическу сменить. В себя в комнате захочешь. Я подумаю. Ну вот, твоя комнатка. Заходи. Короче, по-моему, со мной заигрывает этот... Вот этот вот. Уютненькая комнатка у тебя, конечно. Чистенькая такая. У меня бардак в моей. Ладно. Попробую, что одежду. Можешь старую пока в шкаф сложить. А ты будешь смотреть, как я переодеваюсь. Он точно какой-то... Вау! Ну, мне нравится вот эта королевская. Какая красота, Майкл. Тебе так идет. Нравится? Да. Ура, я рад. Я ее сам подшивал для тебя по размеру. Он меня, походу, реально втюрил с этим. Я так боялся, что не понравится. А я? Я пойду, наверное. Тебе стоит поспать. Все дела, да? Все, пока. Да. Мне сюда нечего посадить. Ладно, я сохраняюсь. Я теперь красивый мужчина. У нас начинается с вами третья глава. В поисках Тори. Ну, пошли. Корсик! Дай денег, Корсик. Корсик! Принцесса, Корсик. Вы могли бы убрать все книжки сами, когда закончат? У меня очень много другой работы. Я вас понял, простите. Может, я тебе помогу? И что, мне опять придется все самому убирать? Ой, добрый день. Вы проснулись? Все ли у вас хорошо? Да, все хорошо. Очень рад это слышать. Но простите уж за этот беспорядок из книг. Принцесса просто пытается что-то найти. Или кого-то. Прошу прощения, уверен. А можно ли мне менять вид своей комнаты? Ну, смею предположить, что вот надолго. Так что, конечно, вы можете переборожать свою комнату как вам угодно. Если не ошибаюсь, тут на возвышенном районе находится бутик мебели. Вы могли бы заглянуть туда. Запомните, мебельный бутик на возвышенном районе. Хотя, честно... Мне пора возвращаться в офис. Хочешь, я уберу книжки? Хочешь, я уберу книжки? Пошли его доставать. Прошу вас не отвлекать, члена охраны от поста. Да, мистер Стивенс. Я пойду. Есть тут что? Раздача к воды. Тут только холодная вода. Принцесса! Что вы тут делаете? И тут тоже ни единого упоминания. Ну, как так? Его искала королевская охрана и не нашла ничего. Надоели уже эти книжки. О, проснулся наконец. Извини за беспорядок. Я тут важными делами занималась. Я пытаюсь найти кое-кого, кто пропал еще несколько назад. Но если быть более точной, я просто хочу лично возобновить поиск. В журналах двадцать вообще ни словечко. Не знаю, откуда и начать. Райли, погоди. А ты не пыталась кого-нибудь в замке спросить? Не у короля, конечно, но у остальных. Корсик, тихо. Я так и задумывала. Уберусь потом. Пока пойдем, поспрашиваю народ. Ты со мной, Майкл? Да. Точно. Эй, ты куда погнал? Я не собираюсь за тобой бегать по дворцу. Ладно, извини. Комната Хорсика. Ладно, она не хочет за мной бегать. У меня теперь новая жизнь. Он ушел. Библиотека закрыта. Жаль. Пошли спросим у главы. Он наверняка знает. Эй, Чарльзик, секретарчик. Да, принцесса Ралли. Помнишь Тори? Помню. Знаешь что-нибудь о нем? Где он? Как он? Нет. Нет толком информации. Я вела учет безуспешно. А, ладно. Идем дальше. Прошу вас не отвлекать. А знаете что-нибудь о Торе? Прошу прощения. Тори. Тори. Парень, который раньше работал в замке. Ты о нем что-нибудь знаешь? А, я. Он пропал. Больше ничего не знаю. Сама не видела, не слышала о нем с тех пор. Ладно, все равно спасибо. Ты что-то погрустнела. Он был моим парнем. Ты такой как убежал. Вот я и заикаюсь. Я и сама пыталась его искать, но безуспешно. О, девочка моя, сожалею. Мы его тоже ищем. Да, если вы вдруг найдете, вы могли бы вы передать ему от меня привет? Сказать, что я все еще люблю его и жду. О, бедную. Конечно, дорогая. Передать им спасибо вам и удачи. Найдите его. Прошу, найдем. Блин, это грустно. Пошли дальше. Это что? О, фига. Да, Евелина, секундочку. Могу я вам чем-нибудь помочь? Девочки, у вас есть что-нибудь новое о Торе? Певица Джейсика вроде упоминала Торе. Помнишь, Евелина? Точно. Она в кафе, я просто не молкала. Я говорю, Тори, такой сикой. Такое лучше обсуждать в моей комнате. Майкл, а мы точно всех расспросили? Я, в принципе, не важна. Если думаешь, что можешь завершать расспрос, то заведите девочку к нам в комнату. Эй, народ, знаете что-нибудь про Тори? Впервые слышу. Он мне ежедневные выпуски журнала доставлял. И все? А потом перестал. С ним что-то случилось бесполезно. Здравствуйте, я не помню ваше имя. Маргарет. Точно. Вам налить чаю? Нет, спасибо. Я по-другому делаю. Слышишь, что-нибудь новое о Торе? О, нет, бедняжка он. Уже третий год неизвестно где. Я, как и все, не знаю где он. Вы его еще ищите? Мысли читаете? О, удачи в поисках. Ну, пойдем дальше. Почему я должна ходить? Ой, это комната Корсика? Сменить прическу, да. Какую прическу делаем? Обалденная обыденность, лесная пышность, возвышенная. А, это вот так выглядит. Водяной беспорядок. Возвышенная грация. Хочу возвышенную грацию. Нравится? Оставлю. Мне нравится. Я теперь с хвостиком. Классная прическа, Майки. Спасибо. Тарелка с кучкой коржиков и кувшинов с водой. Хм, коржики, корсик, коржик, корсик. Привет, Майкл. Денег дашь? Ну, я могу дать тебе немного. Сколько нужно? Ну, давай восемь хотя бы монет. Это совсем немного, конечно, бери. Но я ж не буду у него просить много денег. Вы сохранились в очень странном месте. Ты меня немного смущаешь. Я? Чем я тебя смущаю? Это ты ко мне яйца подкатываешь. Ты, а не я. Подожди, а что... Да еб твою, отстань, женщина. То, что ты не хочешь бегать, ленивая, ты срака. Это не мои проблемы. А, мы не можем уйти отсюда из замка. Ну, тогда мы закончили с вопросом. Да, ей ти же, пасати же. Она реально не хочет за мной бегать. Так, девочки. Идем, мы готовы. Мы всех спросили. Итак, мы же говорим о Торе, который работал с нами в замке, да? Других Торе я и не знала, и не знаю. Наверняка лисица говорила о нем. Она не лисица, а Джессика. Приви уважение. Хорошо, значит, мы говорим об одном человеке. А то один раз уже была путаница. Майкл. А ты-то о Торе слышал? Вроде бы нет. Торе раньше работал в замке гонцом. После смерти королевы он сбежал, и его никто не смог найти. Но раз я под домашним арестом, я решила вновь попробовать откопать хоть что-то новое. А Джессика видела Торе вживую. Она знает, где он? Она его точно видела. Но знает ли она, где он? Не знаю. Джессика сможет дать хоть какие-то наводки. Точно. Райли, тебе нужно поговорить с Джессикой лично. Она скоро будет выступать на возвышенном районе. Тебе надо успеть поймать ее перед выступлением. Так, так, так. Может, я попробую вывести освобождение домашнего ареста на выступление? А ты, Майкл, точно. Ты сходишь и запишешь на возвышенном районе на это выступление. Нас? А что? Записать он вас запишет, а проход только для девушек, глупышка. Тогда, может, Майклу сделал другое имя и маскировку? Вы только поглядите на его милое личико. Я уверена, его даже не отличат. Звучит, как идея. Погодите. Майкл, Хас ведь тебе демонстрировал город на площади подъемного возвышенного района. Там уже сам найдешь городскую сцену. Запишешь нас. Если что, то, может, спросите меня, я останусь здесь. Мы пойдем обратно в зал. Рады, что смогли помочь вам, принцесса. Спасибо, девчонки. Так, и что мне делать? Превращаться в бабу? Он хоть немного живой, он сразу в пыль рассыпется. Что это не я сделал? Райли хочет распустить народ в замке о каком-то торе. Слушаю. Я пойду. Не буду ее бесить. Майкл, еще кое-что. Я уверена, что тебе пригодится ободок для прохода на возвышенный район. Сейчас там всех пропускают только по трескоду. Спасибо. Золотой ободок. Еще для прохода обязательно опрятная прическа и хорошая одежда. Просто совет, чтобы ты время зря не потерял. Одежь тебе корсик подарил. Прическу, наверное, можешь у него же сделать. А, так я уже сделал себе прическу. Я все заранее сделал. Я уже красивый. Я уже секси. Я уже просто пушка-малышка. Это что? О, лягуха. Что пришла? О, какая встреча. Приветик. Привет. Ты тут что делаешь? Я стою на учете. Мне надо регулярно приходить в замок и расписываться. Она, короче, криминальная авторитетка. Ну и еще Крайли с глину. Мы с ней подружки. И с тобой мы просто дружки. А еще кое-что хотелось сказать, но совсем забыла. Ну и не важно, значит. А я пошла. Свидимся, малыш. Бляха, она очень странная. О, музыкантов нет, прикинь. Музыканты куда-то свалили. Какой-то возвышенный район мне нужен, да? Возвышенный район. Надо сначала в кафешку забежать. Купить бухлишко. Привет, мартышка. Бонетку, спасибо. Нет, на этом все. Спасибо. Бутылку мы чуваку отдадим. Что тут еще? Куда можно войти? Ты кто? О, боже. Мое заклинание сработало. Погоди, а где твой хвост? И рога, и красная кожа. Ой, извини, не ваш, забудь. О чем ты говоришь? Ну, так никому не рассказывай. Я пыталась призвать демона по ритуалу в книге. Я думала, что он сработал. Ждала его увидеть. Твой вид мне его капельку напомнил. Я подумала, ну да. Но я все еще уверена, что он где-то объявится. Но я могу попробовать. Вот, у меня есть листок с его возможным видом и следами, которые могу за собой оставить. Ничего себе. Это демон такой? На кота похож. Обычный кот. Водный район. Нам нужен возвышенный район. Снадобье. Это ты? Снова приветик, чудной паренек. Ты говорил, что тебе нравится моя музыка. Надеюсь, так и останется. Чертовое ограничение возвышенного района. Хотела попасть сюда и погулять. Можно выступление сходить. А тут какой-то дресс-код. Придется искать другой наряд. О, наконец-то. Кто сразу пришел в правильном виде. Можете проходить. Возвышенный район для вас открыт. Спасибо. А потому что это я. Ой, тут прям возвышенный район. Да, я прям чувствую, как я возвысилась. Привознеслась на всеми. Ух ты. Ну, тут как-то у них тоже гопники какие-то. Бутылочка алого взрыва. Отель. Ух ты ж, ё-моё. Здравствуйте. Добро пожаловать в отель. Можно снять номер? Прошу прощения, но номера заняты. Даже с бутальнир на будущее. Свободен только номер для посла из замка. Справа от вас. Я посол замка. Дайте номер. Конечно. Дайте мне, пожалуйста, грамоту, подписанную для вас королевским сертификатом. Ладно, я не буду отжимать королевскую грамоту. Потрогать травку, да. Вы потрогали мягкую траву, растущую в декоративном стенде. Это наполнило вас радостью и спокойствием. Ваш скорость передвижения надолго увеличена. Кайф. На время выступления проход для туристов запрещен. Эээ. Так а я не турист? Я что, похожа на туриста? Вай. Красиво. А вы кто? Что уставился? Иди по своим делишкам. Здесь решают серьезные вопросы. Да я просто спросить. А ты кто? Добро пожаловать в филиал-магазин и дары природы. Чем могу помочь? Филиал? Ну да, филиал. Основной магазин работает в лесном районе. А это просто дочернее отделение. Люди тут не очень любят спускаться, чтобы закупиться. Так что мы поднимаем продукты сюда. Упрощай горожанам жизнь. Ладно. А как заработать денег? Ну найдите работу. Вообще вспомнил кое-что. В основном магазине в лесном районе работает моя подруга. Она вам может разъяснить об одной программе. Если вы, конечно, не против марать руки. Ладно, я пойду. Мне пригодится. На время выступления проход для туристов запрещен. Эээ. А это что? А ну стой, теньки. Если надо наверх, сначала пойдешь в нашу цинку шмота. Итак, королевская золотая диадема. Королевский жилет из красного бархата. Королевская шелковая рубашка с пышными рукавами. Расширенные королевские штаны. Королевские туфли с позолотым на подошве. Прошел? Эээ. Сойдет. Да, сойдет. А чего тебе не нравится? У самого кота дешевый пиджачок. Я все раз в барахолке. А ну-ка покажи ему настоящий шмот. Жди тут. Сейчас я тебе покажу. Какие-то копники местные. Везде копники. О-хо-хо. Макдак. Так, вы двое в дешевых курточках. А ну прочь с дороги. И больше, чтоб я вас тут не видела. А то мешаете людям. Еще и выглядите как бездомные. А это кто? А вы откуда, уважаемый? По одному вашему лицу могу сказать, что вы тут впервые. Тем не менее, вы так одеты. Восхищаюсь теми, кто почитает настоящий стиль. Так жаль, что после выступления ограничения на внешний вид снимут. Господин Рассали, при всем уважении нам пора. А, снова я замечтался. Я думала, это женщина-петух, а это мужик-петух. Ну, прощайте, уважаемый. Хорошее вам пребывание на возвышенном районе. Спасибо. А мне как раз туда и надо. Мебельный бутик. А, это как раз тут сам. О, обезьянка еще одна. А для чего мне эта обезьянка нужна? Это музей? Каменная скульптура кубы. Золотое яблоко. Ну да, кристалл. А вы кто такой? Здравствуйте, уважаемый. Что это за место? В простонародии ломбард. Но у меня язык не поворачивается, так обозвать это чудное помещение. Мне сдают различные раритеты и артефакты. Я их продаю ценителям. И речь идет о достаточно крупных суммах. Ага. Ладно, я пойду. Ничего себе. Раритетный. И что тут в мебельном продают? Приветствую вас в нашем мебельном бутике. Чем могу быть полезен? И правда. Вы выглядите как прилежный гражданин. Я уверена, что у вас есть личное жилье. Вы можете взять наш каталог и заказывать это дома. Спасибо. Мне дали каталог? А, вот это каталог. Вы взяли каталог. Теперь можете открывать новый стиль для своей комнаты в замке за деньги. Ура! У меня будут бабки. Это что? Глава городского сцена. Ой, уточка какая сидит красивая. О, Майкл, привет! Руфус, не мешай. Добро пожаловать в главную городскую сцену. Сейчас, дайте, почешусь. Если вы хотите записаться или записать кого-то на выступление, дождите своей очереди. Пока что можете присесть, пожалуйста. Садись сюда, Майкл. Эх, ладно. Ты что тут делаешь? Неужто опять Райли докапывает? Угадал, попросила записать нас. Вас, тебя и Райли? Здесь же только для девочек. У тебя уже есть псевдоним? Зачем псевдоним? Ну не будешь же твою женскую маскировку звать Майкл? Нужно что-то типа Мишель? Хорошая мысль. У меня все мысли хорошие. Как это, например. Это ручка? Ой. Рофос. Простите, пожалуйста. Ничего страшного, забавный братец. Еще бы. А я вроде закончила, я могу идти. А, да, спасибо. Хорошего вам дня. Господин, можете подходить, когда закончишь с моим братом. Пойдешь или поболтаем? Ты, кажется, одет не под рискоду. Я видел тебя и Дерри в замке. Так, которая на тебя похожа, чувак, да она офигенная. Я, я уже успел. Она сказала, что заберет меня с поверхности и придет. О, ничего себе. Ну ладно, я пойду. Спасибо. Добрый день. У вас такая одежда. Вы, случайно, не из замка? Из замка. Мне надо записать принцессу и ее подругу. О, саму принцессу. Так, хорошо. Принцесса Райли записала. А подруга? Мишель Стивенс. Отлично. Будем их ожидать. Простите, конечно, что вы сами не можете туда попасть. Это решение выступающей Джессики. Вот, это их пропуска. Скажите, чтобы ни в коем случае их не забыли. На этом все. Да, спасибо вам. Нет, вам спасибо. Я буду очень рада видеть вас здесь, принцесса. Хорошего дня. Ура, у меня теперь есть билеты. Увидимся, Хас. Опа, а что он тут делает? Ой, простите. Майкл, ты что тут делаешь? Я оделся-то ничего себе как. Райли опять попросила меня сбегать. Я записала, у нас скоро готовится выступление. Она кого-то ищет. Догадываюсь, кого. Все, ведь гладко прошло запись. Я бы мог помочь. Все отлично, билеты у меня. А, хорошо. Вообще, мне по делам пора, Майкл. Рад был увидеться. И да, после выступления ограничения на одежду снимут. Не придется больше какой-то дресс-код соблюдать. А ты с вот этой вот уткой общался. Зачем? У тебя было... У него было свидание. На время выступления проход закрыт. Хопи. Ладно. Что вы тут делаете? Ну, хватит ныть, друг мой. Вот тебе помощник. Чего? Контракт на единоразовое выполнение грузоподъемных работ подписан. Копи вам дать не могу. Деньги сможете получить в канцелярии замка. Доброго дня, господа. Разберитесь с этими коробками. А! Чего? Это что было? Такое вижу впервые. Я, как обычно, какой-то особенный. Я особенно ловлю непрямую. Ну, друг, если тебе везде неудачи преследуют, то да. Ты правильно сказал. Я просил использовать грузовой лифт для разгрузки этих коробок вниз. Но мне поручили их нести на руках в одиночку. А теперь он тебя нанял, чтобы ты мне помог. Никто другой мне явно помогать не станет. Тебе за это хотя бы заплатят. Ну, ладно. Ой. Я, кажется, потерял сознание. Я хотела ему помочь. Это, если что, последняя ходка. Ты, наверное, устал. Но погляди на это с хорошей стороны. Прогулялся в лес. Подышал свежим воздухом. А обычно ребят с возвышенного сюда не гуляют. А я не с возвышенного даже. Я был там по делам. Да? А куда такая одежда? Дресс-код? А ты почему его не соблюдал? Я же рабочий. Хотя, слушай, не знаю. Мне кажется, там очень избирательный правом мире. Не люблю возвышенный район. Ой, как не люблю. Я уверена, что поставки специально драконят. А куда нести? Девочки-лисички, привет. Смотрите, мы качки. Что, сюда надо? И каким же судьбами к нам занесло паренька с возвышенного? Решил наконец-то узнать, где идошу делают? Это просто одежда и с возвышенным районом не связано. Короче, ко мне предвзято относится. Почти пришли. Проходи за калитку. Ладно. Короче, на какую-то фирму пришли. Да. Блин, мне нравится. Игра очень миленькая, продуманная. А куда ее ставить-то? Вот и все, наконец. Вижу, мы оба устали с этими тупыми коробками. Ой. Чем промышляете? Опять возврат. Сколько раз уже? Да черт знает, не нравится мне это. Хочу проверить качество сам. Валяй. Я думала, это девочка. А, это кто вообще? Он мне помог все притащить. Тебя как звать-то? Майкл. Ну вот, да, Майкл мне помог. У тебя одежда дурацкая. Гвоздик, не груби незнакомцам, а. Я пойду коробки ковырять. В любом случае, спасибо, что помог. Надоели мне они. Это не первый раз, когда нам поставки срывают или возвращают. Ладно, не важно. Не твоя это все забота. Можешь приходить погулять по полю, если захочешь. Хоть как-то отплачу тебе за помощь. Бывай, братец. Ладно. Он сидел на поле. Она бегала по полю. Она бегала по полю с конем. А, привет, лисички. Привет. Привет. А где здесь лучше расположить? А что, хорошие места кончились? Не знаю, брат. Может, поставь где хочешь. Можно вон там, рядом со столиком? А у меня есть палатка? А где палатку взять? Может, здесь могу купить? Добро пожаловать в природу. Как мне заработать? Ну и вопросик. У нас вроде бы еще 10 программ по скупке собранных грибов. Они растут в лесу мечтателей. О-о-о. Ладно. Да, возьму. Да. Хочу купить палатку. Ты дурак, что ли? Ну, заходи, когда будут. А что такая грубая? У меня квоты на грубости мне разрешили. Нет, не устраивает. Начальство попросило мне отвечать на нет. Мои любимые фразы. Продолжим. Вы взяли гид грибов. Теперь может проверять грибы перед продажей. Ладно. Заработаем с вами потом бабок. Пошли. О, обезьянка. Нахрена мне эти обезьянки? Лесной район. Так, погнали в замок тогда. Сохранимся. Можно у Руфса сохраниться. Давайте у Руфса сохранимся. А это кто? Здравствуй, Майкл. Дерри? Вроде бы да. А что такое? Что ты делаешь у Руфсу дома? Мы с ним в замке поболтали. Как-то все быстро закрутилось. Вот решили съехаться. Мы друг другу очень понравились. Моя бывшая живет с Белкой. Эта музыка идеально сюда подходит. Ты тут навсегда, думаю, да? А ты? Не знаю. Мне точно нравится такое новое, интересное. И Руфс хороший. Ну, прям настолько. Вы ведь тоже ладите. Это как Гаечка и Вжик, которые, да, занялись любовью. У них родились мухомыши. Ну, ладно. Давайте тогда на этой нотке на сегодня закончим. Мне игра нравится. Я бы в нее, конечно, еще поиграл. Но все зависит от вас. Увидимся с вами. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok